Антон Буткевич. Моя космическая станция. Книга 12. Финал Земли 2. Глава первая. Прибытие в город монстров. Неожиданный поворот событий с самого начала. — Да и мы, честно говоря, тоже, — спокойно ответил командир, несмотря на окруживших его со всех сторон бойцов. — Давно не виделись Будда Даста. — Не ожидал, что ты запомнишь мое имя, — удивленно припотнял одну бровь лидер гоблинов. Хиро ощущал присутствие не менее пятидесяти бойцов, часть из которых продолжали сидеть в укрытии. Единственное, что радовало, они пока не проявляли враждебности и держали оружие в ножнах. — В любом случае сейчас разговор не об этом. Если не ошибаюсь, в прошлый раз ваша группа была значительно меньше, чем сейчас. Да и некоторые из новеньких находятся в списке розыска. — Думаю, что и те, устроившие представление перед входом в город, так же с вами заодно. Иначе для чего вам бы пришлось краситься, так сказать, через черный ход, отвлекая внимание страшников? — Мне интересно, как ты себе представляешь людей, которые заходят через парадный, — хмыкнул командир, — насколько надо быть отбитым, чтобы это сделать? — И то верно, — улыбнулся Будда Даста. Было бы очень комично посмотреть на таких смельчаков. Но даже тот факт, что вы решили незаметно прокрасться в наш город, наталкивает на мысли, что вы решили массово сложить головы зазря. Теперь эта планета принадлежит, как вы нас называете, монстром, и люди считаются низшей расой, годными лишь на то, чтобы быть рабами. Небольшая горстка выживших, как, например, эта оппозиция, или как они там себя называют, в жизни бы не решилась проникнуть сюда. Они предпочитают прятаться, как крысы, и нападать лишь на слабых противников в самый неожиданный момент, в отличие от тебя и твоих людей. Именно по этой причине мы вас не тронули во время нашей первой встречи. Вы показали себя как воины, а не как трусы. Как я уже говорил, мы уважаем силу, и неважно, какого ты происхождения. — Тогда, может, пропустишь нас и сделаешь вид, что не видел? — улыбнулся Хиро. Все остальные очень сильно нервничали, понимая, в какой плохой ситуации оказались. Что может сделать небольшая горстка людей в городе, наполненном монстрами? Ты бы пропустил вторженцев, пытающихся проникнуть на подконтрольную тебе территорию. Вопрос был поставлен максимально грамотно, и Хиро лишь отрицательно помотал головой, показывая свою позицию. — Впечатляет, не стал юлить даже в такой ситуации. Мое уважение к тебе многократно возросло. Но ты сам ответил на свой вопрос, не так ли? — Тогда нам все же придется схлестнуться в тяжелой битве. Разочарованно вздохнул командир, показывая своим бойцам, чтобы были готовы в любой момент по его сигналу вступить в сражение. Не очень хотелось бы это делать, но, судя по всему, другого выхода из этой ситуации не найти. Все будет зависеть от того, как ты ответишь на мой следующий вопрос. Со стороны гоблинов все также напряглись, видя приготовление людей. Но стоит отдать должное дисциплине обеих группировок. Без сигнала своих лидеров никто из них и не думал предпринимать никаких действий. — Скажи, для чего вы здесь на самом деле? На несколько томительных секунд повисло молчание. Хиро пытался проанализировать всю ситуацию и придумать ответ, который может всех устроить. Но сколько бы ни пытался, не находил такой. Тогда он решил рискнуть и сказать правду. — Мы собираемся вызволить людей, которые сейчас находятся в плену, — честно произнес командир, глядя прямо в глаза Будда Дасти. — Это наша единственная цель в городе монстров. — Верю. — Одного взгляда тебе в глаза достаточно, чтобы понять, что твои слова не содержат лжи, — нахмылился лидер гоблинов. — У меня есть предложение. В разговоре с тобой я понял, что пусть мы и разные, но можем найти общий язык. — Какое предложение, — нахмылился Хиро. — Устройте самый настоящий бардак в городе. Кровожадно ухмыльнулся Будда Дастта. — Справитесь? — Зачем тебе это? — Удивился такому неожиданному повороту командир. — Вам людям очень хорошо понятен принцип соперничества. Вы готовы глотки друг другу порвать, чтобы забраться повыше. — Пробыв на этой планете столько времени, мы начали перенимать ваши замашки, — сплюнул на пол лидер гоблинов. — Каждая фракция стремится завоевать как можно больше влияния и власти, и наша не стала исключением. На данный момент мы находимся в пятерке сильнейших, но выше продвинуться никак не можем. Наши противники слишком сильны и очень осторожны. Ваше появление в городе, хаос, который оно принесет, может подарить нам возможность втихую убрать несколько конкурентов и увеличить свое влияние на порядок благодаря этому. Пока все будут гоняться за вами, мы будем заниматься своими делами. В итоге и ты, и мы окажемся в плюсе. Как тебе такое предложение? — Ты уверен, что стоило мне рассказывать о таком? — прищурил Сахиро. — Вдруг я захочу нарушить слово и поведаю о ваших планах неприятелю. — Это также касается и твоих слов. Мне достаточно отправить одного бойца, и ваша попытка вызволить пленников с треском провалится. Их просто упрячут куда подальше и выставят сильнейших бойцов в охрану. — Хмыкнул Будда Даста. — В итоге мы оба окажемся в минусе, а для вас это может стать еще и концом. Пока что лидеры города еще не понимают, для чего была эта провокация, и не могут быстро принять правильные контрмеры. Но стоит им об этом узнать, можете забыть о своей цели. С вашей силой вас просто сметут и не поморщатся. — Знаешь, я, честно сказать, удивлен, что среди гоблинов есть настолько умные представители, как ты, Будда Даста, — открыто улыбнулся инопланетный путешественник. — Никогда бы не подумал о таком. — Ты еще многое не знаешь о так называемых монстрах, как вы нас называете. — Лидер гоблинов тоже улыбнулся. — Благодари судьбу, что именно я был первым, кто открыл тебе на это глаза. Ведь если бы ты и дальше нас недооценивал, рано или поздно это могло привести тебя к крайне печальному концу. Так каков будет твой ответ? — Я согласен на твое предложение. Хиро резко стал серьезным. И очень надеюсь, что это не попытка загнать нас в ловушку, снизив бдительность. Мои слова могут прозвучать как угроза, но я все же скажу. Если это окажется подставой, я из кожи вон вылезу, но разыщу тебя. Даже если мне придется потерять всех своих ребят, я не оставлю тебя в покое. — Могу сказать то же самое. Если ты расскажешь о наших планах какой-то другой фракции, то можешь забыть о том, чтобы покинуть этот город. Я лично спущу шкуру с каждого из вас. Он протянул руку, которую Хиро не хотя пожал. Оба лидера смотрели друг другу в глаза, и лишь вылетающих из глаз молнии не хватало, чтобы показать всю напряженность происходящего. Одни вы здесь не справитесь, или будете слишком долго возиться. Я отправлю с тобой несколько своих бойцов. Они покажут, где держат пленников, и проведут по самой безопасной дороге. Главное, помни, что ты должен устроить хаос, иначе от всего этого получишь выгоду только ты, а это будет прямым нарушением нашего соглашения. Об этом можешь не переживать. Теперь пришла очередь командиру кровожадно ухмыльнуться. Хаос, я тебе гарантирую. Прошло еще около двух минут, пока лидер гоблинов отдал приказы своим подчиненным, и небольшая горстка людей на этот раз уже точно вторглась в город. Как и сказал Будда Даста, его подчиненные очень хорошо ориентировались в местных улочках и крайне умело избегали опасные участки, где людей могли обнаружить. Кроме того, во время передвижения дверь одного из зданий открылась, и оттуда опасливо выглянула мордашка одного из гоблинов. Убедившись в безопасности, он вместе с тремя дружками быстро выбежали и раздали всему отряду командира по длинному допят плащу с большим капюшоном. Они идеально подходили для того, чтобы скрыть такую большую группу от любопытных зевак, которые могут их заметить, но одновременно с этим привлекали еще больше внимания. Трудно не заподозрить неладное, когда группа почти из сорока человек, полностью закутанной в плащи с капюшонами на головах, крадется по потаенным улочкам города. Но лучше так, чем вообще без маскировки. — Хиро, что вообще происходит? Возле командира оказалось сразу две девушки — Су и Ангелина. Вопрос задала последняя. — Почему мы вместо сражения сейчас двигаемся с этими гоблинами заодно? — Можно сказать, нам удалось договориться с их лидером о взаимовыгодном сотрудничестве, — хмыкнул командир. Цели мы преследуем разные, но каждый получит свою выгоду. Без этого, боюсь, наша операция может закончиться так и не начавшись. — Их было лишь немногим больше, чем нас, — хмыкнула девушка, учитывая, через что мы прошли за последние три месяца, сомневаясь, что они могли доставить нам большие неприятности. — Может и так, но одного сбежавшего гоблина было бы достаточно, чтобы о наших планах прознали все монстры в округе, пока у нас есть возможность провернуть задуманное только потому, что они их не знают, — повернулся к ней Хиро. Тем более, если бы начали сражаться, это однозначно привлекло бы внимание всех монстров в округе. Прорываться с боем, начиная с самого входа в город, сколько бы мы смогли продержаться в таком темпе? — Хозяин, от того гоблина, с которым вы разговаривали, не исходило дурных намерений. Лишь в самом конце, когда вы пожали друг другу руку, мне показалось, в этот момент вы были готовы убить друг друга. Рядом появилась и Тетра. Включая Ивана, после собрания со стрейшными, не отходящего почти ни на шаг от лидера, вокруг Хиро собралась уже почти толпа. В остальном же все его помыслы в отношении нас были чисты. — Ты и такое можешь, Тетра! — удивился командир, из каких пор. — Совсем недавно. Я пока еще только пытаюсь приноровиться к открывшимся возможностям, — засмущалась девушка. — После последней нашей тренировки я поднялась на второй ранг и открыла несколько новых навыков и способностей. Это одна из них. — Интересно, — Хиро оглядел остальных членов своего отряда. — И многие из вас прорвались на второй ранг? — Почти все, — вклинилась в разговор Ангелина, кроме Карины. — В отличие от тебя, я постоянно проверяю статусы и характеристики всех остальных. Тебе бы тоже следовало делать это почаще, учитывая, что ты тоже обладаешь подобной возможностью. — И какие же характеристики и статус у меня? — прищурился командир. — Без понятия, — надулась девушка. — Ты единственный, на ком не получается провести анализ. — Дальше вы сами! — прервал разговор Хиро один из гоблинов, выглядывая из-за угла и показывая на неприметное небольшое двухэтажное здание. — Первую группу рабов держат там. Внутри здания есть обширный подвал, но не смотрите на его внешний вид. Внутри вас будут ждать ловушки и довольно большое количество бойцов из расы мяумов. Они занимают третье место в городе, сразу перед нами. Чем сильнее вы сможете их ослабить, тем лучше. Мы будем наблюдать за вашим возвращением с безопасного расстояния. Если все пройдет гладко, отправимся к следующему пункту. Если нет, то мы скроемся и порвем с вами любую связь, чтобы о нашем соглашении никто не прознал. — Сколько примерно там находится сильных бойцов? — прищурился командир. Он ощущал довольно сильную энергию от небольшого строения и насколько они сильны. Обычно на охрану выставляют от пяти до десяти бойцов, в зависимости от фракции, которая владеет рабами. Сила может сильно отличаться. Мяумы — самые слабые среди трех фракций, которые ими владеют. Остальным в городе запрещено иметь человеческих рабов. — Довольно быстро, — ответил гоблин. — Мы привели вас сюда для проверки. Если не сможете справиться даже с ними, то дальше вам путь заказан. Не переживайте. Мы будем рядом и внимательно наблюдать со стороны. Зевак в этой области крайне мало. Но все равно следует быть максимально осторожными. После этих слов все три гоблина очень быстро исчезли, будто растворились в переплетении маленьких проходов среди множества зданий. Стоит отметить, что сам город выглядел довольно мрачно, как та деревня, в которой они оказались изначально. Либо это район трущоб, что ближе к истине, или же монстры не особо заботятся о том, где жить, и им плевать на качество самой жизни. Это место было просто утыкано множеством двух- и трехэтажных домиков, но внешний вид их все же был немногим, но лучше, чем в деревне. По крайней мере, не было ощущения, что они могут развалиться от небольшого ветерка. Но больше всего настораживало отсутствие монстров. Пусть с ними и были гоблины, которые вели по скрытым местам и проулкам, но не встретить по пути ни одного случайно оказавшегося не в том месте зеваку слишком подозрительно. Но сейчас нет времени думать об этом. Надо действовать. Вдалеке все еще слышны крики и звуки сражения, а значит, те, кто отвечают за отвлечение внимания, выполняют свою работу хорошо. Вот только сколько еще они смогут это делать? Впрочем, на этот случай командир также продумал несколько стратегий, но все будет зависеть от того, как их смогут воплотить в жизнь Теобольд и другие старейшины со своими людьми. Вы остаетесь здесь, рассредоточьтесь вокруг и внимательно наблюдайте за всем происходящим. Повернулся Хиро к Дварфу, имени которого так и не узнал до сих пор. Наших противников должно быть не более десяти, а значит, внутрь мы отправимся своим отрядом. Не стоит слишком сильно привлекать внимание, да и нас должно быть достаточно для этого. Вы лучше пока продумайте, как мы будем отступать, когда вызволим пленников, сколько их вообще находится в городе по предварительным подсчетам. Этого мы не можем знать. Как минимум, около трех сотен наших, а сколько в целом неизвестно, задумчиво произнес старейшина. «Действуем по моей команде!» Хиро дождался, пока люди и Дварфы заняли обозначенные позиции, несколько раз проверил все подходы и только после этого дал отмашку своему отряду. «Вперед!» Быстро перебежа в небольшой участок пути, отделяющий их от здания, командир пропустил вперед Ивана. Тот на полной скорости снес дверь пинком и сразу же ринулся внутрь, держа свою секиру в боевой готовности. Не прошло и двух секунд, как изнутри раздрись звуки сражения, и командир жестами приказал остальным действовать. Внутри инкуб сражался сразу с двумя представителями мяумов. Как и предположил командир, они принадлежали к расе оборотней под виду кошачьих. Они уже приняли свои боевые ипостаси и пытались зарать Ивана с двух сторон, но явно не ожидали от него такого напора и скорости при таких габаритах. Ангелина и Ева сразу же вступили в бой, отвлекая их на себя, а Хиро с остальными двинулся дальше. Монстры наверняка уже услышали шум схватки и приготовились отражать нападения неприятелей, поэтому любая секунда промедления может обойтись очень дорого. Конечно, если кто-то из них попытается сбежать, старейшина с оставленными снаружи людьми сразу возьмут противника в кольцо и быстро уничтожат, но лучше до этого не доводить. Есть очень высокий шанс быть обнаруженными. Кроме встреченных в первой комнате противников, обыск помещения больше ничего не принес. Первым делом Хиро проверил все комнаты и лишь после этого начал спуск в подвал. Тот был хорошо замаскирован, но Тетра довольно легко нашла его местоположение, используя один из своих навыков. Вот дальше начались трудности. В первой же комнате находилось сразу пять мяумов, которые в этот момент играли в карты. Вся эта ситуация была настолько нелепа, что командир на мгновение застыл от увиденного. А вот представители кошачьих воспользовались возникшей заминкой и успели принять свою боевую ипостась, сразу же вступив в сражение. На этот раз Хиро сам вступил в битву, и пусть противники и были довольно сильны, но численное преимущество и замкнутое пространство сыграли против них. Они не могли показать все, на что способны, будучи окруженными со всех сторон. На все про все ушло около минуты, и отряд двинулся дальше. Но, как это обычно бывает, совсем без травм не обошлось. Карине знатно так подрали лицо когтями, Еве чуть не оторвали руку, а гитаристу сильно разодрали ногу. Пришлось оставить тетру и раненых восстанавливаться, а остальная группа, вместе с вернувшейся Ангелиной, продолжили спуск. Пришлось пройти еще четыре довольно больших помещения, в которых легко можно было угадать склад, пыточную комнату отдыха и довольно просторный зал, истинное назначение которого неизвестно. Здесь было довольно много крови и костей, разбросанных по углам, а запах стоял... с ног шибательный. В пятой, самой большой и просторной комнате, и находились пленники. Их забросили человек по двадцать небольшие клетки, и там не то что лежать. Стоять было трудно. Люди крайне измученные, с безжизненными глазами и максимально худые, что аж ребра выступают. Здесь также было и три представителя мяумов в компании четверых людей. Эти, в отличие от тех, кто находился в клетке, выглядели румяными, пышущими здоровьем и явно не голодающими. У двух из них тело прямо лоснилось от количества внутреннего запаса жира, а одежда чистая, опрятная и намного лучше той, во что одеты остальные пленники. Теперь понятно, почему Теобольд изначально принял командира и его отряд за переметнувшихся. Глядя на этих ублюдков, весело смеющихся в компании монстров и то, как они выглядят, нетрудно догадаться, что они предали своих же ради лучшей жизни. Убить всех, хладнокровно произнес Хиро, и тех людей тоже. Назвать это битвой было нельзя. Все встреченные мяумы находились на ранней второй стадии. Видимо, не ожидали, что кто-то посмеет атаковать их темницу, поэтому не выставляли более сильных монстров для охраны. Те ублюдки, которые спелись с монстрами, видя, как убивают тех, с кем они недавно весело болтали и смеялись, начали слезно просить прощения и вымаливать себе жизнь. Но командир был непреклонен. Он лично подошел и за мгновение слез каждому из них голову. Эти твари не заслужили такой быстрой смерти, но сейчас нет времени. Уже через минуту все замки в клетках были убраны, и оттуда медленно начали выходить люди, опасливо смотря на тех, кто пришел их спасти. Некоторые были настолько обессилены, что еле передвигались поддерживаемые своими же товарищами, которые были не шибко лучше. Почти на каждом пленнике можно было заметить следы пыток и ударов. Большая часть их тел в гематомах и ушибах, у некоторых сломаны руки или ноги, или не достает какой-то части тела. Меумы, что держали их здесь, явно не церемонились и не считались с их жизнями. В общей сумме набралось около ста пятидесяти человек. «Среди вас есть представитель, с которым мы можем побеседовать», спокойно прояснес командир, оглядывая недавних пленников. «У нас мало времени, поэтому решайте быстрее». «Думаю, я подойду на эту роль». Вперед вышел парень чуть старше двадцати, который выглядел чуть лучше остальных. На нем также были витны побои, но в глазах горел яркий огонек, в отличие от большинства. «Мы благодарны за то, что вы сделали, но вы уверены, что у вас все получится. Мы находимся в городе монстров, и если раньше нас избивали и пытали, но мы хоть оставались живыми, то сейчас...» «Как только монстры узнают о том, что здесь произошло, легкой смерти нам ждать не стоит. Как вы собираетесь вывести нас из города?» «Быстро схватываешь, это радует», хмыкнул Хиро, «но ставишь неправильные вопросы. Как мы вас выведем, это уже наша забота. От вас мы хотим услышать лишь одно. Готовы ли вы рискнуть и последовать за нами? Заставлять силой мы никого не будем, это не входит в наши цели. Вы можете и дальше выживать, мерясь с побоями и всем остальным, но оставаясь при этом живыми. Хотя, честно говоря, потому что я увидел, жизнь это не назовешь. Либо же довериться нам и покинуть город монстров. Выбор только за вами, и на все про все у вас одна минута. Время пошло». Ответ поступил уже через половину обозначенного времени. «Мы готовы», произнес назвавшийся представителем паренек после небольшого обсуждения. «Никто не желает остаться. Все прекрасно понимают, что после такого с нас просто снимут шкуру в назидание другим. Такой участи себе никто не желает. И уж лучше умереть, пытаясь выбраться из этого места, чем ждать здесь своей неминуемой смерти». «Об этом можешь не переживать. Мы и остальных пленников постараемся вывести», улыбнулся ему командир. «А сейчас молча следуйте за нами. Живее!» Пришлось немного замедлить темп, потому что не все могли быстро передвигаться, но никто не жаловался и не разговаривал. Все прекрасно понимали ситуацию и какие последствия могут быть. Один пытался сбежать, но мы его прикончили и закинули в здание. Подошел к хиро старейшина. Других монстров поблизости обнаружено не было. Хорошая работа. Тройка гоблинов, заметив появление командира, быстро оказалась рядом. «Где следующая цель?» «Собираетесь идти с ними? С рабами?» заиграли жилоки у гоблина. «В таком случае нас обнаружат в два счета?» «А что ты предлагаешь?» прищурился командир. «Оставить их здесь? А если кто-то из меумов решит наведаться в темницу?» «Мы уже послали за нашими собратьями. Они проведут вас и их из города окольными путями». «Судя по всему, говорившись с такой уверенностью, гоблин является кем-то вроде заместителя Будда Дасты, иначе и быть не может. Двое других не вступали в диалог, но явно воротили нос от пленников. Стоит признать, запах от них и правда был крайне неприятным. «Таким образом, мы выполним куда больше, чем было оговорено. Надеюсь, что ты не забыл про наши условия. Не переживай, будет вам хаос», вздохнул командир, поворачиваясь к старейшине. «Отправьте с ними десять человек для безопасности. Желательно, чтобы кто-то из них имел возможность быстро связаться с основным отрядом в случае чего, на случай, если гоблины решат что-то провернуть». «Ты говори, человек, да не заговаривайся», оскалился заместитель, «а то можешь оказаться на месте недавних рабов». «А ты можешь оказаться на месте недавних мяумов, если будешь и дальше со мной разговаривать в таком тоне». Зло блеснули глаза Хиро. «Выполняй свою работу и не вздумай мне указывать, тебе все понятно». По лицу гоблина было видно, что он еле сдержался, чтобы не броситься на командира, но это была необходимая мера. Показать в такой ситуации слабость все равно, что открыть свою спину для удара. «Их скоро заберут, а ты следуй за нами. Ваша следующая цель находится довольно близко, но на этот раз так легко не будет», мстительно произнес заместитель, накидывая капюшон. «Не помрите там, иначе все наши старания будут напрасны». Пришлось поблуждать еще с десяток минут, прежде чем удалось добраться до следующего пункта назначения. Здесь уже приходилось быть максимально осторожными и скрытными. Количество бродящих здесь монстров значительно увеличилось по сравнению с той пустошью. Пленники находились в большом трехэтажном здании, явно выделяющемся на фоне остальных, как минимум тем, что на входе стояло двое охранников, эдакая смесь жука и человека. Выглядели они, мягко говоря, крайне мерзко. «Эта темница жужжу», не скрывая злорадства, произнес заместитель, «они занимают вторую позицию в рейтинге, их воины превосходят по силе представителей мяумов, сколько их внутри неизвестно, но вполне возможно, что их может быть как минимум вдвое больше». «Дальше мы сами», не поворачиваясь в его сторону, бросил командир, «борзых, сможешь снять этих двоих по сигналу, надо подгадать время, когда монстров поблизости будет меньше всего, остальные займите позиции и будьте наготове избавиться от зевак, если того потребует обстоятельства, мы сейчас должны привлекать как можно меньше внимания, по позициям». Идеальная возможность выпала буквально через две минуты, часть монстров рассеялась и борзых получил отмашку, одного выстрела в голову не хватило, чтобы убить стражников, они упали на землю, но еще двигались, пришлось херо вмешаться и закончить начатое, крепкие попались ребята, заметившие неладные и обродившие рядом монстры не успели поднять тревогу, их попросту смели числом, десять секунд на сборы и отряд ворвался внутрь здания, не забыв при этом предварительно убрать трупы в ближайшие здания и оставить наблюдателей снаружи, в первом большом и просторном зале никого не оказывалось, а вот за следующими дверями «А вот и наши нарушители», высокомерно произнес сидящий на троне монстр, возле которого за каждым их плечом стояло по десятку полностью готовых к бою бойцов, да еще и сами решили нас навестить, как благородно с вашей стороны жалкие рабы. К бою не стал тратить херое время на пустые разговоры, первым бросаясь в битву на лидера противников. Субтитры